Поселок Дружинино в Нижнесергинском районе, в котором намедни насмерть угорели в частном доме на улице Крупской. Трое мужчин и две женщины по-прежнему буквально бурлит от слухов и пересудов, из которых следствию еще предстоит вылучивать факты. По словам местных жителей, хозяин дома в нем давно не жил, он свою избу сдавал в наем. Это было что-то типа блат-хаты, сообщила журналистам с соседкой и уточнила, что в 4 утра силовики дом, из которого забрали мертвецов, закрыли на замок и опечатали. Местные утверждают, что квартирантов, бывших супругов Евгения и Веру и трех их гостей нашли бездыханными на диване, на кухне и в комнате. Следователи отыскали в доме шприцы пустые полулитровки и по слухам наведались в магазин возле дома. Что сообщила молодая продавщица силовикам, доподлинно неизвестно, но общаясь с журналистами, она открещивалась от продажи спиртного этим людям. Далее цитата. Я вообще без понятия, кто они такие. А между тем, кое-кто из жителей Дружинина, говоря о семействе, добавляя, дескать, у них там вообще Санта-Барбара была. Якобы Вера ушла к другому мужчине, оставив двух детей 9 и 13 лет на попечении отца, который официально нигде не работал, но якобы трудился машинистом на железной дороге. По крайней мере в соцсетях. Мужчина частенько выкладывал свое селфи на фоне тепловоза. Дети официально неразведенных супругов жили с бабушкой и дедушкой, с которыми, похоже, и останутся после похорон родителей. О гостях семейной пары пока известно совсем мало. Самый старший из угоревших, 44-летний мужчина по имени Андрей, слесарь на железной дороге. И он почему-то вообще не имел семьи. Заезжему Сергею из Ревды было 39 лет. Местной женщине Светлане аналогично.